итак продолжим наш анализ после хода bc7 да я уже говорил там ките нельзя петля готовится bc7 белый нападают cd2 и прорыв мы уже разобрались черный быстро проигрывает остается черных несколько ответов 5 е7 и cb6 cb6 белый играет g6 надо вроде как бежать в дамки и d2 черная пытается прорваться но белок достаточный ресурсов для того чтобы предотвратить этот прорыв на теперь сюда идти бесполезно да потому что черная белая достроит эту позицию после боя взорвут поле сюда 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 танка и с легкой победы на c1 то же самое это поставить просто белый отдают шашку опять-таки когда одинокая шашка бежит с ней достаточно легко разобраться но остается вот сюда временная жертва сюда и выясняется сюда ставить нельзя петля сюда ставить нельзя так же петля отдавать шашки бесполезно потому что отдал и дальше все равно стоять нельзя ходит dc7 белый открывает дамку опять нельзя на это пользу не видеться из-за маневра на и 7 дохода b6 просто заставляют черных напасти сдаться соответственно сильнейшим сильнейшей защитой после нападения кажется е7 бой будет а то есть видите связали возможность уйти туда на пытаемся прорваться посмотрим что из этого выйдет и d2 b4 hg3 теперь если уйти на а3 пойдут белые сюда и на этот ход временной жертвой получит легко выигранное ажплис надо ходить cb6 и неожиданный маневр то есть шашка бежит совершенно не в сторону шашек черных d3 в чем идея если пойдут дамки просто нападаем и с помощью этой колонки догоняем то есть надо уходить на а3 ходим d4 размен грозит надо уходить ходим дальше на c5 грозит нападение на слабую шашку е7 вынуждены практически черные проводить вот такой удар и после дамка на большой дороге отрезает все после d6 c7 возникает технически технически выигранный шпиль которым белые должны победить но тем не менее сопротивление которым удалось оказать черным вот в этом варианте гораздо лучше того что случилось попробовать вернуться немножко раньше и анализе этой партии всегда смущала одна вещь почему черный так безропотно начали двигаться на этом фланге хотя логичней было бы ну хоть какую-то активность проявить на том фланге где белые будут атаковать и нашлось несколько интересных вариантов но например такой пойти бы а7 а то есть смотрите в чем идея сюда вторгаться у нас прикрыта шашка мы сможем пойти в крайнем случае разменяться то есть атаку остановим да плюс тут нападение различные да я уже говорил слабая шашка на c3 да после нападения придется закрываться и очень плохо вот а после fg3 ну уже надо было сходить ажи 7 что выясняется выясняется что фактически план за белых 1 на то есть активное вторжение на поле е5 да игра на слабость b8 конкретика показывает что легко черные достаточно защищаются в этой позиции да то есть закрылись дара такого пока нет потому что у нас есть шашка на d8 белые должны планировать вот такой удар на то есть а д3 легко черные ходят на b6 и попадаются на этот удар побили 3 вынуждены пойти сюда побили белая прорвались да за счет двух шашек и черная эту дамку поймали возникшая позиция конечно с преимуществом белых и черного достаточно легко справляется с ее защитой то есть два сюда то есть возникла известная позиция которого надо знать все хитрень и уже 5 сюда 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 и здесь ничью приносит жертва шашки с этой стороны выясняется что на этот ход зайдем в любки с ничьей надо отдавать пошли надо 6 пошли еще одна известная позиция черные жертвы двух шашек прорываются и занимают большую дорогу с ничьей попробуем атаковать за белых по другому белых же планов много достаточно для атаки ф6 попробуем hg3 идея те же как бы угрозы есть на такой какой-нибудь ход опять таки есть и угрозы есть и может быть вторжение достаточно легко черные отражают все эти угрозы то есть ходим и фе7 выясняется что на этот ход можем пойти просто так либо так с угрозой после этого хода е-6 уже никаких комбинаций нету черные сбивают три и не хватает упора чтобы взорвать это поле то есть тут практически вынуждена жертва берем шашку нападают белые и ставят тычок рожен вот кажется что позиция грозная но у черных лишняя шашка и главное вовремя ее вернуть вернули шашку подошли слабость очевидна вынужденный ход а б6 и после этого хода прошу прощения в эту сторону надо побить иначе черные пробьют и начнут бегать в дамке побили 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 позиция уравнялась не так страшен был хвата ажи 7 вот и еще один момент с моей точки как бы если играть этот вариант дальнейшем то конечно принципиальным продолжением за черных этой позиции является не уход на а5 а выдвижение шашки аж 8 на f6 тем более что в такой транскрипции мы успеваем его провести ходим уходить бессмысленно дамы просто заблокировал фланг и здесь у черных лучше потому что у белых две шашки на большей кисть стоят то есть надо сюда 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 и вот я думаю что вот к этой позиции должны стремиться черные играя этот дебют здесь у черных несколько продолжений вот достаточно интересно будет его в том числе по анализировать эту позицию но вместе с тем хочу напомнить смотрите вот у белых пять шашек шесть на этом фланге черных четыре на то есть если белые начнут там куда-то атаковать прорываться да то есть будет достаточно проблематично ну например такой вариант меняете черные ножи 5 белые вторгаются да начинаются различные угрозы так ходить не получается из-за комбинации неудачно сразу вся эта группировка стоит надо вроде как сюда продолжение атаки да то есть белые сейчас всеми силами побегут а у черных нет возможности их останавливать надо пойти в е7 продолжаем дальше душить вот эту позицию размена пойдем на е5 как защищать ее достаточно проблематично видите на уход был вынужден шли поменялись здесь есть красивый вариант жертвы шашки на фе7 аж 4 ну если меняться назад просто вываливаться не бсим попробуем подождать а в чем идея если белые просто возьмут начнутся ничейные механизмы здесь потому что как бы прорыв черные тоже побегут вот после этого хода выигрыша может не оказаться но здесь есть красивая жертва в эту сторону на то есть последнюю шашку отвлекает белое с этого фланга и после размена следует прорыв то есть пошли прорвались победили на то есть шашка легко заходы дамки у черных аргументов этой позиции нету да то есть так так допустим напали ушли просто добрались до дамок белые если черные в ответ побегут то следует жертва дамки белые легко побеждают конечно можно долго рассчитывать эти варианты получается что общая стратегия который избирает да то есть ну не играя слабым флангом смысла в таком продолжении за черных особого нету да то есть четыре против шести абсолютно бесполезно гораздо более интересен вот такой размен да смотрите что происходит уничтожают черные шашки насильно фланги белых да и уже 5 на 5 выровнялась эти две шашки остались да размену вынуждены вопрос куда бить вот если бить вперед ну у черных достаточно интересный план есть fg7 зависаем шашку да в чем идея просто не дать сюда потому что например на какой-нибудь ход опять белые нападают там начинаются различные удары угрозы возможно придется так разменяться да развалив весь фланг не стоит fg7 да то есть мы не даем размена из-за простого нападения мы не даем сюда из-за простой угрозы надо и в 2 пойти тогда ба7 почему ба7 в этой позиции белые грозят ударом завалить черные в дамки отдать еще две еще одну пробить и пробить в дамки с красивой победы естественно угрозы надо смотреть поэтому закрываемся вынужденный размен и dc7 ход очень быстро уравнивающую позицию на теперь напасть белым нельзя следует простая комбинация дамки соответственно приходится портить красоту на вот эту хорошо еще что есть такой ход после такого нападения такси ты связка у белых очень плохо в этой позиции находится ход d3 закрывающую дырку вынуждена нападать это уже позиция становится симметрично не похоже абсолютно равное положение черные легко и быстро уравняли позицию плюс еще дело какой-то дискомфорт испытывали проводя вернемся к этому плану да то есть только что черные поменялись играют достаточно агрессивно чтобы не меняться вперед все таки вариант достаточно форсирован поменяться назад обратите внимание да то есть активности на этом фланге никакой нету угроз никаких нету до задачи черных не ждать там где-то там а достаточно активно играть здесь hg5 что выясняется фактически у белых две шашки в игре осталось вот hg3 выводить или fg3 хороший вопрос я считаю что конечно fg3 почему потому что после того как мы пойдем в fg3 у нас еще в игру со временем двинется шашка h2 после хода hg3 например в таком варианте уходит черная на h4 вдруг выясняется да что сюда мы пойти не можем простое нападение нет темпа для размена а после размена непонятно куда бить потому что больше вперед черные просто встретили группировку белых им надо сдаваться на то есть сюда не получается мы нападем уберем эту шашку поменяется и со связкой белые очень быстро приходят к поражению а то есть обратите внимание центр центром а в гамбетных позициях ходить куда-то надо и вот эта шашка конечно стояна где-нибудь здесь то есть никаких особых проблем не было там или тут вот а если разменяться попробовать назад опять-таки проблема ходят еды 6 на и черные угрожают со временем маневром построить колонку пойти сюда и начать угрожать да то есть вот таких каких каких-нибудь ходов уже нет выясняется что надо только сюда пошли dc7 надо только сюда пошли бы опять опять же 6 точнее практически вынуждены зашли на борт и после размера черная легко выигрываю за счет чего это произошло видите очень стесненная позиция была после аж 3 который проигрывает ходит фактически одна шашка с одной шашкой всегда легко справиться остается уже три вынуждены нападением да то есть можно пойти сюда конечно ну тогда белые нападают и тут вырвутся на оперативный простор например это уже позиция убила будет не такая мрачная нападение сюда ну лучший вариант напасть нам вы уже отменяться белый черная фактически выжидает смотрите да то есть окружение сюда выпады пока не страшны на потому что мы там сможем напасть и как-то сыграть на слабости этих полей вот еда 6 где его подождали допустим вторглись белые еще подождали а то есть ведь они вторгаются активности на фланге нету поэтому еще подождали надо меняться наконец-то убрали эту шашку черная тоже меняется партия идет к логическому ничейному завершению уже 6 собственно говоря надо соглашаться на еще поменялись поменялись ресурсы исчерпаны вот он достаточно много интересных идей в этой позиции нашел вот вообще анализ ведущих спортсменов достаточно интересное занятие поэтому желаю вам удачи анализируйте партии смотрите наш канал всего доброго